Господь Ты мой Творец, ты мой Творец Ты возвеселил кучу мою Я тебе, Господь, полупою Делал твои великий мой Отец Ты мой Творец Возвожу свои очи и кора Возвожу свои руки к небу Я воздушен, Господь, полупою И на земных небесах Ты возвеселил кучу мою Я тебе, Господь, полупою Делал твои великий мой Отец Ты мой Творец Ты мой Творец Ты возвеселил кучу мою Я тебе, Господь, полупою Делал твои великий мой Отец Ты мой Творец Ты укажешь мне жизни путь На небо слежу, чтоб тебе взываю На тебя уповаю я Благослови Господь меня Ты возвеселил кучу мою Я тебе, Господь, полупою Делал твои великий мой Отец Ты мой Творец Ты мой Творец Ты возвеселил кучу мою Я тебе, Господь, полупою Делал твои великий мой Отец Ты мой Творец Слава Богу, братья и сестры Мы приветствуем вас И хотим, чтобы вы тоже поприветствовали друг друга Пожалуйста Братья и сестры, слава Богу Еще один есть прекрасный, солнечный, наконец-таки, день Который мы можем собраться, прославить Бога Иметь это общение вместе Давайте мы попросим его благословения Отец, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты наш Бог, Господь Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нашим сердцам, Господь Такое желание славить Тебя, хвалить Тебя И действительно благо, Господь, нам, когда мы славим имя Твое Мы благодарим Тебя за то, что Ты святой Бог За то, что Ты милующий Бог, Господь Мы благодарим Тебя особенно за сегодняшний день За эту возможность еще раз собраться с братьями и сестрами, Господь Иметь это общение, слышать Твое Слово Мы просим, чтобы Ты благословил все наше время здесь, Господь Прими нашу хвалу, Господь Прими наши моления в наших молитвах, Господь Пусть через это все прославится Твое имя Мы благодарим Тебя, Господь Аминь О, как боже, как счастье меня, Господь Спасите Его Который бездон для меня в Своем небесно Славлю вам все за меня, слава богом, Богом Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Смирский богатство в лесах нить, тот город золотой, В нем вечно буду жить, я с ним, я жалкий, праздник, Славлю Отца за меня, слава на Тобом берем. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Нет ночи в Твой стране, с годой, мне вне солнца свет, Там все сердца звучат, хвалой, там плача дольше лет. Славлю Отца за меня, слава на Тобом берем. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Слава Богу! Мы хотели бы с вами еще выучить одну песню. Я хотел прочитать третий куплет для вас. Когда мы иногда поем, может быть, мы думаем о мелодии, не совсем обращаем внимания на слова, хотя хотелось бы это очень. Хорошо, старайтесь думать о том, о чем мы поем. Смотрите, третий куплет. Гнев и ненависть людская гонят нас к ногам Христа. Жизнь тяжелая земная направляет к небесам. Скорб души не завоюет, если с нами Бог живой. И соблазн не очарует, если в Боге наш покой. Я бы очень-очень хотел, чтобы в каждом сердце, кто здесь находится, чтобы в Боге был наш покой. И тогда, какая бы ситуация ни была в нашей жизни, мы могли бы уповать на него. И никакой бы соблазн нас не очаровал. Не были бы... Скорб душу нашу не может завоевать, когда наш покой в Боге. Поэтому, пожалуйста, слушайте первый куплет и подключайтесь вместе с нами. О Господь мой, крест беру я, За тобой хочу идти. Встречу я вражду людскую, Не оставь меня в пути. Изменил ты жизни планами, Перестроил все мечты. В новый мир в душе желанный Постоянно водишь ты. Мир чужим не станет и нет, К верным был всегда такой. Пусть друзья меня покинут, Всемогущий Бог со мной. Бог любви и богатотий, Ближе к сердцу с каждым днем. Сминься Бог исчез, приятел, А мне радостно, Сминься Бог исчез, приятел, Гонят нас к ногам Христа. Жизнь тяжелая земная Направляет к небесам. Скорь души не завоюет, Если с нами Бог живой, И за вас не очарует, Если Бог не наш покой. Благодарь нас укрепляет, Благодарь нас укрепляет, Нас молитва окрыляет, А Спаситель нас ведет. Благодарь нас укрепляет, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Книга пророка Исаии, 40 глава, с 9 стиха. С 9 стиха мы прочитаем до конца этой главы. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силою и мышцей его совластью. Вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса и вместил в меру праг земли и взвесил на весах горы и на чашах весомых холмы? Кто разумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто разумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, кто восседает над кругом земли, и живущая на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто их сотворил. Кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Давайте помолимся вот этому Богу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты являешься вот таким вот Богом, за то, что у нас есть вот такой Бог, не идол деревянный, не золотой, не просто какое-то изобретение человеческое. Господи, мы поклоняемся Тебе и славим за то, что Ты живой Бог, сотворивший концы земли, Ты вечный Бог, который основал эту землю, который сотворил ее для своей славы, Господи, и Ты, сотворивший ее, не просто ее оставил на произвол судьбы, Господи, Ты продолжаешь быть вовлеченный в жизнь этой земли, в жизнь вот этих вот творений, которых Ты создал, Господь, которые как прах пред Тобою, Господи, как саранча. Действительно, по сравнению с Тобой, Господь, на чаше весов Тебя и нас, Господи, мы меньше ничтожества, мы ничего, Господи, не весим. Мы легче, чем прах, чем воздух. Господь, Ты создал нас такими специально, чтобы Ты был владыкой, чтобы Ты был большим, а мы были маленькими. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты нас простил тогда, когда мы возвышаемся пред Тобою, тогда, когда мы не преклоняемся пред Тобою, Господи, тогда, когда мы не преклоняемся пред Твоим величием, пред Твоим господством. Господь, я славлю Тебя, что Ты являешься Богом, который управляешь событиями. Господи, вся вселенная, она в Твоих руках, и ничто не может остановить Твои цели, Твои планы, Господь. Мы славим Тебя, что Ты на себя берешь инициативу строить свою церковь. Ты однажды сказал, что я построю свою церковь, я создам эту церковь, и врата ада не одолеют ее. Господь, мы знаем, что церковь, она в Твоих руках, и мы доверяемся Тебе. Однажды, Господи, Ты открылся каждому из нас. Господи, Ты сделал себя доступным, Ты сошел на эту землю, как человек. Ты прожил безгрешную жизнь для того, чтобы потом умереть в воскресность и нам вменить вот эту вот праведную, безгрешную жизнь и сделать нас праведными пред Тобою. Господи, через все это Ты соединяешь человека с Богом. Господи, мы так Тебе благодарны, что вот такому Богу, о котором мы сейчас читали, мы можем свободно поклоняться, молиться, обращаться. Господи, и самое главное, мы знаем, что наш путь, он не забыт пред Тобою. Наше дело, Господи, оно не забыто у Тебя. Прости нас, Господи, где мы чувствуем, что Ты нас оставляешь иногда, Господи. Наши чувства иногда подсказывают, что мы остаемся одни. Господи, но это неправда, потому что если мы Твои дети, Ты сказал, что ничто нас не похитит из Твоей руки, и мы Тебе очень дороги, потому что мы во Христе, и Ты нас искупил Своей кровью. Господи, помоги нам надеяться на Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты являешься Богом, которому мы можем доверять, на Которую мы можем уповать. И Ты сказал в Своем слове, что надежда на Тебя, она не постыжает, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем хвалиться таким Богом, мы можем наслаждаться Тобой, мы можем радоваться в Тебе и находить нашу опору и надежду. Господи, я прошу Тебя за тех всех, которые здесь еще находятся, которые не имеют надежды. Господи, в нашей жизни мы сталкиваемся со многими трудностями и переживаниями. Ты знаешь, то, с чем каждый человек сегодня пришел на это место, с каким сердцем, с какими переживаниями. Господи, там, где нету мира, я Тебя прошу, чтобы Ты дал этот мир. Кто еще Тебя не познал, я прошу, чтобы Ты коснулся его сердца. Ты дал ему услышать Евангелие, понять его и принять его верою. Господи, из нас, кто уже христиане, но мы все равно не чувствуем этой близости с Тобою, мы все равно думаем, что дело наше, оно у Тебя забыто. Я прошу Тебя, чтобы Ты через Твое слово напомнил нам, что никто у Тебя не забыт. Ты, Господи, обещаешь нам, что не оставишь нас и не покинешь нас. Это Твое обещание, Господи, и Ты верный Бог, и Ты не можешь оказаться неверным Твоему слову. Господи, напомни нам сегодня эти истины, дай нам мир в сердце, дай нам, Господь, сегодня радость. Обнови, Господи, наши силы сегодня, как надеющихся на Тебя, чтобы мы могли пойти и не утомиться, Господи, не утомиться. Господи, совершай свое служение на этой земле, свое призвание, как христианина. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил это собрание, чтобы Ты благословил Юрия Михайловича, который будет говорить нам сегодня Слово. Мы верим, что Ты приготовил его сегодня для нас. Господи, открой наши сердца к восприятию этого Слова и к применению его в нашей жизни. Господи, говори нам. Также я Тебя прошу сейчас молитву о нашем материальном служении, Господи, в котором мы будем участвовать. Господи, мы так Тебя благодарны за все то, что Ты нам даешь, за все эти великие материальные благословения, Господи, которые Ты нам посылаешь. И мы осознаем, что у нас ничего нету своего, мы все принадлежим Тебе, мы были искуплены Твоей кровью, мы являемся Твоей собственностью. И поэтому не из чувства долга, Господи, но из радости мы сегодня придаем все эти дары для Твоей Церкви, для Твоей целей, Господи. Благослови нас в этом. И пускай имя Твое прославится через это служение, через нашу жизнь. Бог наш, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, можете присаживаться, сейчас будет материальное служение и пение. Твоим рабом быть недостоин, тем более быть детем Твоим. Ярость и гнев и осуждение стали буделом теперь Моим. Но осуждения я не узнаю по благости и любви Твоей. Ты оказал мне милость статую, стал навсегда детем Твоим я. Ты изливаешь благость большую, Отец любви, Ты принял меня. Грехи мои, что совершил я, но, Сына, Ты все возложил. Ты дал мне святость и совершенство, Как будто я не согрешил. Всегда прошен я, всегда я принял, Теперь нет страха перед судом. Ты оказал мне милость статую, Статую, стал навсегда детем Твоим я. Ты изливаешь благость большую, Ты изливаешь благость большую, Отец любви, Ты принял меня. Ты оказал мне милость статую, Ты оказал мне милость статую, Статую, стал навсегда детем Твоим я. Ты изливаешь благость большую, Отец любви, Ты принял меня. Отец любви, Ты принял меня. Приветствую вас, братья и сестры. Жизнь в церкви не ограничивается одним только воскресным служением. Мы имеем служение на неделе, которое помогает нам служить Господу, преклоняться перед Ним, иметь общение друг с другом. И помогает нам всем вместе, когда мы тем или иным образом изучаем Священное Писание, духовно расти. Итак, на неделе у нас, в понедельник, молодежное служение. Молодежь знает это, пожалуйста. Во вторник наше молитвенное собрание и обзор книг Библии. В этот вторник, если Господь позволит, будет обзор книги Числа. И будет детское служение. По детскому служению у нас есть одна поправочка. Мы говорили с работниками детского служения, и мы пришли к выводу, что маленьким детям от трех до пяти лет очень трудно вечером концентрироваться, концентрировать внимание. Поэтому мы решили попробовать. В этот вторник младшей группы занятия не будет. Слушайте внимательно, друзья, особенно у кого есть маленькие дети. Наше служение, детское служение малой группы, будет в следующее воскресенье, во второй части нашего богослужения. Перед проповедью, вот когда будет общее пение, тогда брат объявит, что дети идут на детское служение. Мы хотим попробовать так. Мы пока еще только пробуем. Вот, пожалуйста, будьте внимательны в этом. Теперь в четверг наше общение братьев глав семейств, на котором мы изучаем очень полезный материал, эффективное пастырство. Эти служения у нас проходят через четверг. Братья, имейте в виду, через четверг. Кто желает присоединиться к нашей группе, милости просим, это будет у нас дома в четверг в 7 часов вечера. В пятницу общение домашних групп. Теперь еще у меня есть одно объявление. В этом году мы будем иметь свой церковный лагерь. Руководство церкви попросило нас, чтобы мы не были вместе с ними, и мы согласились на это. И в этом году у нас будет наш церковный лагерь, по сути, в те же даты, которые начнется в воскресенье 29 июля. И у нас там за резервированное место в этом году до четверга. Значит, кто думает о том, что сможет поучаствовать и побыть с нами в этом лагере, я попрошу всех, братьев и сестер, может быть, остаться после собрания, чтобы вы получили полную информацию, и могли мы уже, ну, уже тогда делать выводы. Теперь еще одно объявление. У меня есть, друзья, кто будет иметь возможность 5 мая с 7 часов утра и до 11 дня здесь, в этой церкви, в которой мы снимаем помещение, будет работа. Они будут делать генеральную уборку этого помещения, и если будет достаточно людей, сделать уборку в том новом помещении, которое они строят. Кто может поучаствовать? Было бы очень хорошо, если бы мы смогли проявить участие и поучаствовали вместе с ними. 5 мая с 7 часов утра до 11 часов дня. Кто сможет, заметьте себе это в календаре. Мы, может быть, туда дальше еще один раз объявим. У меня все объявления. Давайте все вместе встанем и споем общее пение. Прекрасное пение. Что за друга мы имеем? Что за друга мы имеем? Вы, может быть, встанетесь на северный смысл, И встанетесь на северный смысл. Часто нужен рейный смысл, и встанетесь на северный смысл. Боль, терпя, напраснота, Где просить мы забывали, Чтоб один помог он нам. Искушение нас тревожит, Жизнь печальна, дуга, Бог. Боже, пусть из нас возможен Словь свою, всю на Него. Ом один среди вселенной, Боже, смерть не пролит. Лишь Христос один, но верно, Боже, горе облечит. Изливаем и поздноем Этой жизни суверенок. Сердце речь Ему откроет, И Он даст в душе покой. Если нас, друзья, забыли, Скажем Господу о том, И Христос проявит в силе, Что Он верный друг во всем. И Христос проявит в силе, Что Он верный друг во всем. Слава Богу, присаживайтесь. Итак, дорогие друзья, Сегодня у нас еще одно собрание Людей немножечко поменьше, чем было в прошлый раз, но все равно достаточно. Когда я готовился к этой проповеди, Меня попросили, Скажи о том, о чем-то радостном. И так как моя проповедь Воскресенье прежняя была Об изумительном и ужасном, Я думаю, многие напугались. И поэтому я сегодня Буду говорить о радостном. Самое радостное – это то, Что Бог любит нас. Самое радостное для грешника – Это то, что Он понимает, Что Он прощенный грешник. И поэтому проповедствую я назвал Настоящее счастье. 31-й Псалом мы будем читать 1-й и 2-й стих. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония И чьи грехи покрыты, Блажен человек, Которому Господь Не вменит греха, И в чьем духе Нет лукавства. Блажен – это счастлив. Это когда человек имеет Глубокое удовлетворение. И я сразу на этих 2 стиха первых Из 31-го Псалма Сделал 2 вопроса. Кто блажен? И почему? Я ответил – Потому что грехи его прощены. Для меня, Когда говорится Отпущены грехи, Беззакония, Покрыты грехи, Кому Господь не вменит греха – Это одно. Слово я за меняю – прощен. Это прощенный. Да, это немножечко разные оттенки. И поэтому По-настоящему человек блажен, Кто блажен и счастлив, Кто имеет прощение. А кто несчастен? И почему? Из этого текста видно, Человек несчастный и неблаженный – Это тогда, когда ему грехи не прощены. У людей есть свое представление о счастье. Это хорошая работа, Хорошо плачиваемая. Это хорошая семья, Дети в послушании, здоровые. Это хороший дом опять-таки, да? Желательно пять акров, чтобы там было. Подальше от соседей. Но это свое представление о счастье. Это хорошо, когда здоровье есть. И чем старше мы, тем больше мы это осознаем. Наверное, это самое-самое. Но это по-человечески. Кто-то сказал, Счастье – это тогда, когда человек с радостью идет на работу И с радостью возвращается домой. Ну, можно. Можно согласиться. Но это неверное представление о счастье. Все люди, в основном, рассматривают, ну, счастье в пределах жизни. Ну, до смерти. И хорошо, если оно вот так будет. Но дело в том, что Бог, если Он сказал, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха, то Он знает почему. Потому что мы с вами нашу жизнь оканчиваем только на этой земле. Потому что мы вечное творение. Потому что у нас бессмертная душа. И вопрос четко и ясно звучит. И четко и ясно нам сказано, что человекам положено однажды умереть, а потом суд. Иисус Христос как-то сказал о том, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Ну, что пользы? Или дальше нам сказано, какой выкуп даст человек за душу свою? Конечно, весь мир, но это мало кто может приобрести. И, наверное, нет таковых людей. Но Христос говорит, даже если весь мир, даже если все у него будет перфект в этой жизни, что польза, если он повредит своей душе? А Бог знает, что человекам положено однажды умереть, а потом суд. Так написано в Евреи в 9 главе, 27 стих. 72-й псалом Асафа очень удивительный. И я хотел бы его прочитать вместе с вами. Потому что он об этом же говорит. Я буду читать с 3 стиха. «Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». От того гордость, как ожерелье обожило их, и держит, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их. «Бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». А вот человек, он говорит, я позавидовал этим людям. Это нечестивые люди. Они Бога не знают, но у них хорошая работа. Они не подвергаются никаким ударам. Они не болеют. У них нет никаких страданий. У них с детьми все в порядке. И Ассав дальше говорит, я даже засомневался, не напрасно ли я? Как он говорит в 13 стих «Не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои и подвергал себе ранам всякий день и обличением всякое утро?» Не напрасно ли? Что пользы сегодня служить Богу? Что пользы, когда я сегодня думаю о своей душе, о прощении грехов? 16 стих «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, низвергнешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидения по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Правда, сильные слова. Он говорит, я не понимал, пока конца не увидел. Их конец не заканчивается только в этой жизни. Не заканчивается. Для нас иногда трудно это понимать, но Бог четко и ясно говорит. Он говорит, я вошел во святилище и не увидел их конца. Этих людей ожидает пропасть, стих 18 говорит. Их ожидают ужасы, стих 19 говорит. Их ожидают реальность, а это вечное отверждение, как пробуждение по пробуждению, это как сновидение по пробуждению, 20 стих. Есть еще очень удивительное место Писания. Оно всем известное. Писания, когда Иисус Христос говорил о вечности, и Он привел притчу о богаче и Лазаре, нищем Лазаре. Это Евангелие от Луки, 16 глава. И там мы видим, что жизнь одного на земле и жизнь другого. И далее конец одного и конец другого. С 22 стих говорит, умер Лазарь и отнесен был ангелами на Лона Аврамова. Умер богач и похоронили его. За Лазаря даже не сказано, что его похоронили. Для богача были пышные похорни, но это было прелюдия, знаете. А потом настоящее уже было там в аду. Богач, будучи очень счастливым в глазах людей многих, на самом деле оказался самым несчастным. Нищий Лазарь, будучи самым несчастным в глазах людей тогда, от того же времени, оказался самым счастливым. Поистине блажен человек. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Мы все понимаем, что нищий Лазарь, о котором сказано, он не только нищий, но он больной был. Он не только больной, там струпья, ноги в струпьях, но он был одинокий. За ним никто не ухаживал сильно. Собаки ухаживали. И казалось-то, люди, видя этого нищего, этого больного, этого одинокого, этого голодного человека, потому что он желал что-то покушать. И думали, какой несчастный. Но у него было нечто, что не было у этого богача. У него было упование на Бога. У него была вера, что Бог его любит и прощает. Мы знаем, что люди не попадают в рай, потому что они нищие. Потому что они больные, сегодня полна земля. Но они попадают и имеют вечную жизнь благодаря только одному. Потому что они приняли Иисуса Христа как личного Спасителя своего. Я думаю, что богач, написано, когда он взглянул, он увидел Авраама. Он увидел Лазаря. Он увидел твою жизнь небесную, светлую, радостную. Он, может быть, тысячу раз думать мог о том, что я тоже мог бы быть среди них. Я тоже мог быть среди них, если бы я знал, где настоящее счастье, в чем блаженство. Но на земле у меня не было времени думать об этом. И точно так Лазарь, глядя на того богача и тот, кто с ним, уже в вечности, он тоже, может быть, тысячу раз думал. Я тоже мог бы быть среди них, если бы не милость моего Господа. И поэтому, братья мои и сестры, если Бог говорит, что блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, то значит он блажен по-настоящему. Верьте, вы блаженны по-настоящему. Иногда у нас нет осознания блаженства. Иногда у нас бывает мало радости по этому поводу. Но я вам скажу, как в той песне. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться вообще здесь? У нас бывает мало радости, потому что мы, первое, не понимаем до конца святости Божьей. У нас бывает мало радости от нашего состояния и положения. Второе, мы до конца не понимаем, как ужасен грех и наше погибельное состояние. До конца не понимаем. Прошлый вторник мы имели прекрасное собрание. Знаете почему? Потому что у нас приоткрылись глаза на книгу Левит, которая говорит о святости Божьей, о том, как Бог свят. И там много-много раз сказано, будьте святы, потому что я свят. Будьте святы! Мы потом на группе делились, знаете, вот вторниковым общением, если так можно сказать. И некоторые признали, знаете, что в наших Библиях, ну мы же подчеркиваем, но в основном самая чистая книга, это книга Левит. Потому что или непонятно, или недоступно, никто ничего не подчеркивает там, или очень мало. Я думаю, что после вторника интерес проявился и проявится еще больше. Итак, я хочу подчеркнуть, я хочу подчеркнуть, что наше блаженство, наше блаженное состояние мы часто не понимаем, недооцениваем, потому что не понимаем Божьей святости. Я прочитаю пару мест из книги Левит, которые говорят о святости Божьей. Левит 11.45. Итак, будьте святы, потому что я свят. Левит 19.2. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Мы должны быть святыми, потому что Бог наш свят. Бог призывает нас и хочет нас видеть святыми в поклонении Ему. А что, можно быть не святыми в поклонении? Да, можно. Можно быть святыми, нужно быть святыми в последневной жизни. Святыми в отношениях друг с другом. Бог призывает нас быть святыми в личной жизни. Это немножечко другое. Я хочу подчеркнуть. О святости Божьей. Бог наказывает за всякое преступление. Не потому, что Он жестокий. Но потому, что Он святой. Святость Божья и греховность или грех – это несовместимое. Бог наказывает всякое преступление не потому, что Он жестокий. Мы видим это, и мы будем сейчас об этом смотреть на это. Но потому, что Он святой. Я хочу еще одно место прочитать. Это 1 Петра, 1 глава, 16-17 стих. Ибо написано, будьте святы, потому, что Я свят. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, Каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Естественно, апостол Петр заимствует эти слова «Будьте святы, потому что Я свят из книги Левит». И далее Он говорит, если мы называем Отцом Того, Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, Я хочу на эти слова обратить внимание. Бог нелицеприятен. Нелицеприятен. И Он судит, Который нелицеприятно судит каждого по делам. И говорит дальше, со страхом проводите время странствования. Несколько примеров о том, что Бог нелицеприятен. И о том, что Бог, Он святой. И о том, что Бог хочет просто по какому-то особым правилам, по жестокости своей. Он святой, и поэтому на наказание идет. Все мы знаем Адама и Еву. Ну, они их знаем, правда, их лично не знаем, но знаем о них. Библия начинается. Что Бог сотворил человека. Адама и Еву сотворил их. И вы знаете, у них очень близкие были отношения с Богом. Если вы не думали над этим. Очень близкие. Они намного ближе были, чем мы с вами. Бог приходил к ним. Бог знал их лично. Бог знал их голоса. Бог знал, как они выглядят. Они знали Бога. Они знали Его шаги. Там было очень-очень много такого, что, может быть, у нас сегодня нет. Мы не знаем, как долго Бог общался с ними. Но когда один только грех появился. Когда появилось непослушание. Когда Бог сказал, Вот все, что видите перед вами, это ваше. Пользуйтесь. Но вот это не трогайте. Не трогайте. Не вкушайте от плода дерева познания добра. И мы знаем, что было искушение. Змей искусил. Но за то, что взял, я протянул, или Ева протянула руку к этому плоду и взяла его. Из-за этого, во-первых, был приговор, что когда в день, когда ты вкусишь от плода, в смерти умрешь. Они потеряли общение с Богом. Они потеряли райскую жизнь. Они были навечно расторгнуты, или их отношение с Богом навечно. Это они не просто умерли. И мы знаем, что они умерли не сразу, а через некоторое время. Но у них с Богом перестали быть отношения. За что, Господи? Вы думали, как вы думаете, справедливая это или нет? Ну вот, но только прикоснулся. Но только вот взял. И такая большая потеря. Бог свят. Мы просто на их стороне и говорим, да, они, ну, мы все так, все так бывает. У всех бывает. Потому что мы недооцениваем и не понимаем святость Божью. Другой пример. Когда мы читаем книгу чисел. Двадцатая глава. И седьмого по двенадцатый стих. Я хотел бы тоже это место прочитать. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество. Ты и Арон, брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисея и Арон народ к скале. И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извесить для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды. И пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами и сынов израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам. Ну, мы понимаем, дорогие. Смотрите, какова здесь история. Я хочу с человеческой стороны посмотреть. Моисею 40 лет верой и правдой служить Богу. Он вывел народ израильский, или Бог через него вывел народ израильский из земли египетской. Он так много терпел от этого народа. Он настолько близко знал Бога. Он лично его видел. И, ну, опять-таки, с человеческой стороны, Бог ему сказал, «Народ бунтует. Им нужна вода. Они ропщут. Скажите в их глазах этой скале, дай воду». Бог говорит Моисею и Арону, «Вы не явились в святости моей пред лицом этого народа. Я не повелевал вам ударить в скалу. Ты, Моисей, даже дважды ударил. Я не повелевал вам говорить непокорные. Ты сказал об этом». Слушай, сколько раз мы говорим непокорные на кого-то? Сколько раз мы, вместо того, чтобы сказать, мы ударяем, да? И компас того можем ударить. Еще как-то, ну, чтобы... Ну, мы по-человечески вмещаем. Ну, ладно, это мы. Но Моисей, который настолько близок был с Богом, настолько верно ему служил, столько Бог мог, много через него откровений дал. Мы знаем, пятикнижие Моисеева, это все, что Бог дал через Моисея. И заодно преступление такое небольшое по-нашему, небольшое, но ударил дважды. Ну, что ж, Бог говорит, не войдете в обитованную землю. Бог свят. Я просто на этих примерах хочу показать, насколько Бог грех ненавидит. Это чуждо Ему. И мы должны научиться святить Бога. Будьте святы. Мы должны понимать, насколько Бог велик в своей святости. Когда мы читаем историю о Давиде, вы помните, захотелось ему перенести ковчег в свой город. И, посовещавшись, они сделали большое собрание, сделали колесницу или тележку, на которой поместили этот ковчег, запрягли валов. Там была музыка, там была радость, ликование. До одной поры, пока Бог не явил свою святость. А в чем она была? Когда вы вышли, может быть, косогор какой-то, и один из тех, который был возле ковчега, Оза его имя. И ему показалось, возможно, так оно и было. Ковчег наклонился, и он думает, что он упадет. Но из добрых побуждений, из добрых побуждений, не потому, что он был дерзкий, и он протянул руку свою. И мы видим, в тот момент, когда он прикоснулся к овчегу, он умер. Он умер. Он просто коснулся. О всех этих людях, которых я уже перечислил, у них не было такого великого греха. Там не было буда, там не было убийства, там не было воровства. Но Бог свят. И если Бог говорит нельзя, значит нельзя. Дай Бог нам больше и больше уразуметь Божью святость. Можно еще говорить о Надаве, о Виуде, которые во время служения, и Левит 10 глава говорит об этом, во время служения «Они принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И что случилось? И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Бог свят». Еще один пример о том, что Бог свят. было время, когда ковчег Божий оказался в плену. То есть так можно выразиться. Филистимляне его захватили, читающие Библию знают, да? И потом они видели, они поставили его там в храме своем. И мы знаем историю. Там догона поставили ихнего божества. На утро приходит, там догон лежит, все там развалено. Народ, который там стал болеть, наказание Божье. и они подумали, может быть, это случайность, а может быть, это потому, что Бог Израилев действует. и они решили отправить ковчег в землю Израилеву. Я пропускаю, потому что это не столь важно сейчас. И когда этот ковчег пришел в землю Израилеву, и он остановился недалеко от города Вевсамиса, на поле, пришли левиты, сняли его, ту колесницу, на которой везли, этот ковчег на дрова, этих коров на жертву, все нормально, совершилось, все радуются и ликуют. Но было одно, жителям, я не знаю, то ли по незнанию, то ли еще почему-то было большое любопытство, посмотрите, что же там в ковчеге. И когда они заглянули, да, вы знаете, что пришло? Смерть. Написано, пятьдесят тысяч, семьдесят человек умерло. Я не знаю, какой был большой город, тогда были города небольшие. Может быть, весь город вымер? Или почти весь? И тогда люди возопили, что нам делать с этим святым Богом? Их грех, они просто заглянули. Пусть Господь благословит, чтобы мы верили словам, которые сказал Господь. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Потому что, с одной стороны, Бог, святой Бог, очень святой. У Него нет ничего общего с грехом и совсем греховным. С другой стороны, как я уже говорил, мы можем недооценивать или не радоваться той радостью, которой мы должны радоваться, как спасенные люди. мы не до конца понимаем, как ужасен грех и какое ужасно погибельное состояние наше. Ужасно погибельное состояние. Псалом 55 стих говорит об этом. Первое. все мы люди плохо начинаем. Там такие слова. Вот в беззаконии я, значит, и во грехе родила меня мать моя. С одной стороны, святой праведный Бог. С другой стороны, я уже рождаюсь во грехе. когда мы читаем римлянам третью главу 10 стиха, там так сказано, это как следствие того, что мы во грехе рождаемся. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего. никто не ищет Бога. Все совратились спусти до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Я хочу, посмотрите, как Слово Божие, или Дух Святой через Слово Божие, как Он хочет подчеркнуть, что нет праведного ни одного, ни одного нету. Никто не ищет Бога так, как должно его искать. Никто. Опять Слово все совратились. И опять до одного негодный, до одного негодный, ну может быть я, до одного негодный. Нет делающего добра, нет опять ни одного. Когда рождается человек в мир, мы радуемся. мамы радуются, отцы радуются, дедушки, бабушки, да? Смотри, какой красивый, на меня похож, на того похож. Но с другой стороны, если посмотреть, в мир грешник родился. Три с половиной греха родилось уже в грех, в этот мир, уже пришло. Но это так. И растет наш малыш, и грех начинает расти и прогрессировать в нем. Ужас греха еще знаете в чем, что он имеет силу влечь? Бытие 4 глава 7 стих. Там у Бога разговор с Каином. У Каина лицо паникло. Бог жертву его не принял. От чего паникло лицо твое? И он говорит, что грех близко у двери. Знаете, по-старому так и хочется добавить сердце. Нет сердца. Не написано, что у двери сердце. Мы придумываем. То есть грех очень близко находится у тебя. Но там написано, и он влечет тебя к себе. Слушайте, грех имеет силу влечь. В этом еще усугубляется. Он ужасен. Грех умеет обольщать. Римлянам 7.11 Написано, грех взял повод от заповеди обольстил меня. И не просто обольстил, а умертвил. Грех живет в нашем теле. Павел говорит, а потому уже не я же делаю, но живущего мне грех 7.17 римлян. Возмездие за грех смерть. Я еще раз обращаю внимание, посмотрите на этого монстра. Как нам избавиться от него? Насколько он ужасен? Мы рождаемся с ним. Мы развиваемся с ним. Он имеет силу влечь. Он обольщает, и он еще живет в нас. И еще приговор возмездия за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Апостол Павел возвещает в Псалме в Римлянам 6 глав 23 стихом. Не случайно Иисус Христос сказал такие знаменитые слова к иудеям, которые слушали его проповеди, которые ходили с ним. Иоанна 8, 24. Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Есть разница просто умереть и умереть во грехах. И есть разница умереть без грехов, свободным от греха. Я знаю, что многим нам всем положено умереть, но или человек во грехе умирает, или человек умирает свободным от греха. Я хочу заявить и еще раз напомнить, что есть тот, кто прощает грехи, кто имеет власть снимать эти грехи. Помните одному человеку, который которого Христос исцелил, четверо принесли. И когда его спустили, разобрав крышу, то Христос ему, он интересно говорит ему, ведь я думаю, когда его несли, и те, которые несли, и которого несли, у них было желание, чтобы он встал и ходил, чтобы он был исцелен, да? Но Христос говорит, прощаются тебе грехи твои, Господи, не за этим пришел. К сожалению, мы к Господу не за этим часто приходим, за здоровьем, за богатством, за благополучием, но Христос говорит, но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он говорит ему, встань и ходи. Последнее место, которое я сегодня хочу прочитать, это как песня, торжественная песня. Мы знаем, что нет другого имени по делам, через которого надлежало бы нам спастись. Мы знаем, о ком это сказано, когда Иоанн крестил там у Иордана, и он сказал, вот агнез Божий, который берет на себе грехи всего мира. Мы знаем, о ком. Слава Богу, что мы знаем. Не потому, что умные, не плоти крови тебе это открыло. Итак, я читаю евреям, 9-я глава, 26-й, 27-й и 28-й стих. 26-й я начинаю с 2-го паустишья. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. К концу веков он явился для уничтожения греха. И этот грех был уничтожен там, на кресте. Умер за грехи наши, мы знаем, и воскрес для оправдания нас. Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Друг дорогой, ты относишься к этим многим? Тут не сказано, что поднять грехи всех, но грехи многих, грехи многих. И поэтому действительно, если человек говорит, вот он счастливый, он блаженный, хотя у него может быть все хорошо, все благополучно, на кого он показывает, но это еще не конец. По-настоящему мы должны верить в Богу, о ком он говорит, что он блажен и что он действительно счастлив. Блажен кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я к тебе обращаюсь с твоим народом. что такое человек, что ты помнишь его. Твое слово, оно так много и ясно говорит о твоей святости. И так сильно и ясно говорит о нашей греховности. и что ты в своей великой мудрости решил эту проблему через Иисуса Христа. За то, что Он своей жертвой удовлетворил твою святость в Господе. И за то, что ради имени Его и Его пролитой крови, просены нам все грехи. И теперь некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне не помилованные. Все мы, каждый в отдельности. Мы благодарны Тебя за это. Мы верим Господи, что Ты сказал блажен человек. Кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, кому Ты не уменишь греха. Благодарим Тебя за то, что это нас касается сегодня, за то, что это боженство принадлежит нам. Мы благодарны Тебе. Так много людей в мире, но не все могут сказать и согласиться с этим. Мы благодарим Тебя, Господи. Даже если нам приходится в мире пострадать, даже если, Господи, трудности встречаются, наши временные страдания ничего не стоит с той славой, которая должна открыться, которую мы имеем в Тебе. И поэтому благослови нас, укрепи нас, утверди нас и соделай непоколебимыми воплывания на Тебя. Тебе поклонение Бог наш, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Тебе и Сын Сын и Потом на реке, Иисус, Ты на грозных полнах. Во всякое время преси вдалеке, Твоя века покоюсь угла. Ты со мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. И врачи нападки не тяжесть скорее, Не склонят меня позабыть. Чтоб Он, мой меня, Искучили страстей, Любим вас хотел исполнить. Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Чтоб ты не сдавница, Узнай домой, Твой грех есть, как есть целиком. Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Иисус, Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Ты за мной, да Господь, Твоим я покоюсь угла. Слава Богу, братья и сестры. Вы знаете, и в пении, которое мы слышали, и в слове мы сегодня провозглашаем Божью истину. Мы провозглашаем того Бога, Которого исповедуем, Которого знаем. И я вам напомню, может быть, что я взял для себя сегодня. Блажен и счастлив, кто прощен Богом. Упование на Бога, Его Слово, это путь счастья жизни на земле и вечности. Божья святость требует почтительного, внимательного отношения к Его Слову. Господь является моим спасителем и придет для ожидающих Его. Псалом, который пропели друзья, для меня жизнь Христос. Ты со мной, мой Господь, в Твоих руках покоюсь я. Это исповедание, братья и сестры. И в пении, и в слове. Это исповедание. Хотелось бы, чтобы оно было в жизни каждого из нас. Это прекрасный псалом, который Юрий Михайлович прочитал. Я очень люблю, вы знаете, там последние стихи. Они как-то очень близки для моего сердца. Я хотел бы прочитать их в заключении с 23 стиха. «Но я всегда с Тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть мое и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Аминь». Помолимся. Святой праведный Бог, мы благодарим Тебя за этот день, Господи. За Твою милость. За Твое слово. За Твое прощение. За Твой кровь, Господи, которая мыла нас. Благодарим Тебя за Твою любовь, Господи. Благодарим Тебя, потому что мы ощущаем ее каждое мгновение жизни нашей. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам эту возможность вместе поклоняться Тебе. Славить Тебя. Прославлять Тебя. Благодарить Тебя, Господи. И просим Тебя. Благослови, чтобы мы, Господь, на всяком месте провозглашали. Провозглашали истину Твою. Провозглашали наши отношения с Тобою. Чтобы через нашу жизнь, Господи, люди могли видеть Тебя. Твое присутствие в жизни каждого из нас. Чтобы наша жизнь была исповеданием, Господи. Нашего поклонения Тебе. И нашей принадлежности к Церкви Твоей. Благодарить Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. И общение Святого Духа. Да пребудет со всеми нами. Аминь. Благословения всем. Благословения. Аминь. Благословения.